Мы говорили о Егошуа и о том, как он вывел народ в землю израильскую. Вы следите за ходом моих мыслей. Бог работал с Егошуа, пятым по счету лидером Израиля. Мы говорили об Аврааме, Моисее. Извините, Аврааме, Исааке и Иакове. Моисей был четвертым, и Иисус Навин пятый. И Иисус Навин вводит народ в землю израильскую. В Ханаане Израиль жил многие столетия. И только потом он был рассеян. Сперва Ассирийская империя завоевала Израиль на севере. Затем Вавилон на юге. Это очевидно, что Израиль был изгнан из-за бунтажства и идолопоклонства. Но Бог говорит, что по милости Он возвратит нас. Давайте обратимся к книге Еремии. Сейчас мы прочтем некоторые стихи и возвратимся к этой книге, когда будем изучать пророческие книги. Я имею в виду 30 глава Еремии, 10 стих. Я имею в виду 30 глава Еремия. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись. Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно. И никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но не наказанным не оставлю тебя. Это удивительный стих. Потому что здесь Бог указывает причину изгнания Израиля. Затем в 15 стихе Бог говорит, «Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезней твоей, по множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Он говорит, «Я буду наказывать тебя в мере». Почему мы наказываем наших детей? Мы дисциплинируем их. Из-за того, что отвергаем их? Нет, это не так. Ведь это проявление нашей любви. Так Бог поступает со Своими детьми. Он делает выговор тем, кого любит и исправляет их. Также говорит, что Он истребит народы, которые обратились против нас, и возвратит нас из плена. Это особое слово для описания того, кто находится в тюрьме. Они пленники, узники. Это иллюстрация еврейского народа, находящегося за пределами Израиля. Даже если мы состоятельны и успешны. Даже если мы лидеры в других странах. Судьи, адвокаты, доктора. Бизнесмены. Все так же мы остаемся пленниками, когда мы находимся за пределами страны. Давайте продолжим наш обзор шестой этап. Это поколение Ездры и Неемии. Потому что эти мужи жили во времена пленения. После Вавилонского плена они пророчествовали о возвращении в Израиль. Поэтому в нашем предмете это будет третья Алия, о которой мы говорим. Вот что мы видим в начале книги Ездры. Возвращаясь на звери. в ходе слова Сырис, со словами Иеройя, да и пересетали, кое-наднелая, это был Иерой, для того, чтобы был пренедлен, в Сырис, також, так как умерить его полосу, так как он был в израил, Но его поколения, почитавший king of Persia. хранией, To build a house for the Lord. It's beautiful the language here. Who is among you of all his people? May his God be with him and let him go up to Jerusalem which is in Judah and build the house of the Lord, the God of Israel. He is God which is in Jerusalem. Let's go on. I'm going to skip on to verse 5 as well. Then the heads of the fathers, houses of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites, with all whose spirits God had moved, arose to go up and build the house of the Lord which is in Jerusalem. There it is again going up, making Aliyah. We did verses 1, 3 and 5 exactly. И снова в Едре 1 главы стихи 1-5 говорится о восхождении в Иерусалим. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и Он повелел объявить по всему Царству Своему словесно и письменно, кто есть из вас из всего народа Его, да будет Бог Его с ним. И пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудяных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякий, в ком возбудил Бог, дух Его, чтобы строить дом Господень, который в Иерусалиме. Интересно то, что Он говорит об Иеремии. Мы не прочитали именно пророчества, которые относятся к этим стихам, но только что прочитали стихи 30 главы Иеремии. И Иеремия много пророчествовал о возвращении в Израиль. Вот, языческий царь содействует Алии. Я думаю, что мы можем брать пример с него, не так ли? Очевидно, что Бог прикасается к сердцам чиновникам, которые помогают евреям возвратиться в землю израильскую. Был один такой американский президент, который делал это. Его звали Гэри Трумэн. Он председательствовал в Организации Объединенных Наций. В ноябре 1947 года, когда проходило известное голосование по вопросу того, должен ли Израиль стать отдельным государством. Интересно, что у Трумэна был партнер по бизнесу. Он был еврей. Они держали магазин одежды в Канзасе, штат Миссури. Когда уже нужно было голосовать, Трумэн сказал послу голосовать за формирование государства Израиль. Меня вдохновляет то, как Бог использовал Кира или Трумэна для завершения своих целей. А особенно в отношении Алии. Бог хочет, чтобы мы молились о властях этого мира. И главы всех народов узнают, что Израиль находится в планах Бога. Лидеры народов помогут евреям возвратиться в Израиль. Так же, как и Трумэн, Кир. Кир также спонсировал восстановление Дома Господня. Затем, в том же поколении, был муж по имени Неемия или Нехемья. Его имя также упомянуто в этой истории. Потому что Его имя означает «Утешение Бога» — «Нехемья». Помните слова Исаии в 40-й главе? «Нахаму, нахаму ами» — «Утешайте, утешайте народ Мой». «Утешайте от всех страданий». Где они страдали? В диаспоре. В изгнании. Корень в этих словах такой же, как и в имени Неемия. «Утешайте, утешайте народ Мой», — говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте Ему. «Что исполнилось время борьбы Его, что за неправды Его, сделано удовлетворение, ибо Он от руки Господней принял вдвое за грехи Свои». Неемия отражал сердце Бога в восстановлении Иерусалима. «Прислушивайтесь к Его словам». «Он ожидал преобразования народов». Неемия видел, что еврейский народ пленен, и он хотел видеть их в израильской земле. Первая глава Неемии, начиная с 3 стиха. «И сказали они мне, «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота Его сожжены огнем». Неемия призывает имя Господа. И он цитирует слова Моисея в 8 стихе. «Помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, «Если вы сделаетесь преступниками, то Я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы водворить там имя Мое». Видите, насколько глубоко Писание пропитано этой темой? Век за веком. Книга за книгой. Затем еврейский народ возвращается в Израиль. Это еще одна волна Али, хотя и не полная, так как большинство евреев все так же находятся в Вавилоне. Многие евреи живут за пределами земли Израильской. И затем было еще одно рассеяние в первом веке, когда пришли римляне и разрушили храм. Иерусалим в осаде. Помните слова Иешуа? «Мессия придет, когда язычники уже не будут править в Иерусалиме». Иными словами, чтобы Мессия пришел, евреи должны сперва возвратиться в Израиль. Благодаря этим частям Алии, библейский пазл точно совпадает. Во втором столетии был еще один бунт, и евреи были окончательно рассеяны. Время Ездры и Ниемии — это был шестой этап. И я хотел бы поговорить еще об одной группе. Это пророки. Это будет второй раздел, который мы рассмотрим сегодня вечером. Первый раздел — «Библейская история Израиля и Алии». Второй раздел — «Библейская история Израиля и Конец Времен». Пророки говорили об определенной модели, у которой есть определенные этапы. Каким же образом пророки говорили об этой модели? Первый этап будет физическое возвращение в землю израильскую. Во-вторых, покаяние возвратившихся евреев. Третий этап — это возрождение. И четвертый этап — это возвращение царя. Я повторюсь. Возвращение изгнанников, покаяние изгнанников, пробуждение в Израиле и возвращение царя. Вот что говорили пророки об Алии последнего времени. Понимание этого, понимание того, что евреи возвратились в Израиль, невероятно вдохновляет. это не что-то абстрактное. Как я сказал, Бог призвал вас принять участие. Независимо от того, живете ли вы в Израиле или нет, мы должны понимать свою вовлеченность в этот процесс верой. Это же делал Неемия и Кир. Он говорил, Бог, я прочитал книгу Еремии. Я прочитал слова Еремии. Даниил читал книгу Еремии. Эти слова увлекли и захватили их. Эти люди взаимодействовали с Божьими обетованиями. Пророки провозглашали милость Бога, который возвратил Израиль. И мы видим это в нашем поколении. Сколько поколений ожидали этого события? И у нас есть это привилегия. И у нас есть место. Очень, очень важное место. Мы понимаем, что Алия и пробуждение взаимосвязаны. А сейчас страницы наших Библий разыгреются. Мы сделаем очень быстрый обзор пророческих книг. Поэтому давайте начнем с 49 главы Исаии. Не беспокойтесь, если у вас не получится прочитать все отрывки. Просто запишите ссылки. Я повторю ссылки. Давайте откроем 49 главу Исаии. Запишите эти стихи, а затем мы их прочтем. Исаия 49, 5, 6 и 8. Исаия 49, 5, 6 и 8 стихи. Стихи с 13 по 16. 19 и стих 22. Еще раз. 49 глава Исаии. Стихи 5, 6 и 8. Стихи 5, 6 и 8. Стихи с 13 по 16. Стихи 19 и 22. Стих 19 и 22. Сможем ли мы увидеть такую модель? Пятый стих. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. Кто говорит эти слова? Кто был образован в утробе матери, чтобы возвратить Иакова к Богу? Машиах Иешуа. Он искупитель. Иешуа говорит, я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. Восьмой стих. Так говорит Господь во время благоприятное, я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе, и я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные. Это напоминает мне о самом начале, о книге Бытие. Вы видите слово «завет» и слово «наследие». И в десятом стихе Бог говорит, «Он, милующий их, будет вести их, и приведет их к источникам вод». Вот, они придут издалека. Это все алия. Алия последнего времени. Стихи 13 и 16. Радуйтесь небеса и веселее. И восклицайте горы от радости. Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду Тебя. Вот, я начертал Тебя на дланях моих. Стены Твои всегда предо мною». Израиль жалуется в 14 стихе. «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Он оставил меня в пустыне диаспоры. Бог, почему Ты сделал это? Разве Ты забыл меня, что я хочу возвратиться домой?» Бог говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое?» «Я видел, как моя жена кормила наших четверо детей. У моей дочери и невестки также четверо детей. Не знаю, есть ли еще какие-либо взаимоотношения на земле, где один человек настолько предан другому, как у матери и ее грудного ребенка. И в 15 стихе мы видим игру слов. Это слово «чрево». Слово «чрево» на иврите «рехем». Рехем означает «чрево». И «рахамим» — это «сострадание». Поэтому концепция «сострадание», вы врите, это любовь матери к своему ребенку еще во чреве. Бог повторяет это снова и снова. «Я помилую Тебя». «Я буду как матерь по отношению к своему ребенку». «Я не забыл Тебя». 19 стих. Или же 16 стих. «Пронзенные ладони рук». «Пронзенные ладони рук» — это удивительная ссылка на Мессию. 19 стих. «Ибо развалины Твои, и пустыни Твои, и разоренная земля Твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие Тебя удалятся от Тебя». 22. «Thus says the Lord God, «Боже, я буду вставать мою 손 в предыдущих народах, и установить мою стандарь для людей. Они будут привыкнуть твоих детей в их руки, и ваши дожители будут подвесены на их ногах, king's your foster father's, queen's your nursing mother's, they shall bow down to you with their faces to the earth, and lick up the dust of your feet. Двадцать второй стих. Надеющиеся на меня не постыдятся. Следующая ссылка, Исайя, 52 глава, 7-9 стихи. Пусть Слово Бога скажет вам. Я хочу, чтобы вы поняли эту тему Библии. Чтобы она оказала влияние на всю вашу жизнь. Чтобы где вы не открыли Библию, вы увидели эту концепцию. Она взаимосвязана с темой избавления. Избавлением еврейского народа. Наше духовное спасение и физическое восстановление в Израиле взаимосвязаны. Прочитайте следующий отрывок. Исайя, 52, 7-9. How beautiful on the mountains are the feet of Him who brings good news. Who proclaims peace. Who brings glad, excuse me, glad tidings of good things. Who proclaims Yeshua. Who proclaims salvation. Who says to Zion, your God reigns. Your watchmen shall lift up their voices. With their voices they shall sing together. For they shall see eye to eye when the Lord brings back Zion. Break forth into joy. Sing together, you waste places of Jerusalem. For the Lord has comforted His people. He's redeemed Jerusalem. The Lord has made bare His holy arm in the eyes of all the nations. And all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Yeshua at Eloheinu. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего Yeshua спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Голос сторожей твоих. Они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион. Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой и скупил Иерусалим. Можно ли сказать еще более ясно? Очевидно, что эти две концепции взаимосвязаны. Господь возвратит Сион. И затем мы услышим о спасении. И, конечно же, слово, означающее спасение, это «Ешуа». Только буква «Хэй» в конце трансформирует это слово в существительное, означающее спасение, но это одно и то же слово «Ешуа». Вот что произойдет, когда мы возвратимся на Сион. Что происходит в следующей главе? Что происходит в конце 52-й главы и до конца 53-й главы? Вы студенты библейской школы. Вы учитесь в мессианском еврейском библейском институте. О чем говорит 53-я глава Исаии? О страдающем Мессии. О спасении Израиля. О примирении с Богом. И какой контекст этой главы? Вы понимаете, что для изучения Библии необходимо знать контекст определенного отрывка. Какой контекст этой главы? Возвращение евреев в Израиль. В 54-й главе. Сразу же после 53-й главы. Я бы хотел прочитать первые стихи. И я хотел бы прочитать Исаия 54, 1-8. Это длинный отрывок, но мы разобьем его на маленькие части. Пожалуйста, будьте внимательны. Эти стихи – 53-й главы Исаии, как слои сэндвича. Субтитры создавал DimaTorzok. Возвеселись, не плод, не рождающая, воскликни и возгласи немучавшейся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. «Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Это картина ободрения. Пророки порицали Израиль за их грехи. Предупреждали, чтобы Израиль покаялся. Но все же они всегда ободряли Израиль. Они говорили, «Приди, ты можешь измениться». «Я не отвергаю тебя», говорит Господь. «Я удалю твое посрамление от тебя». «Не навсегда я отвергну тебя». «Я возвращу тебя, потому что люблю тебя». И в последующих стихах Бог уподобляет Израиль забытой жене. «Посмотрите в шестом стихе. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь». Эта тема «Бог и Израиль в качестве жены» повторяется снова и снова. Вся книга пророка Осии написана с этой точки зрения. «Бог говорит пророку жениться на блуднице и требует оставаться ей верным, сколько бы она ни грешила». Это книга о том, как Бог возвращает Израиль. Позже, в книге Исаии, мы видим красивую картину невесты. Картину брака. Исайя 61, 10. Это дух возвращения Израиля к Господу и возвращения в землю. Исайя 61, 10. «Я will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he has clothed me with garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its bud, as the garden causes the things that are sown in it to spring forth, so the Lord will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. «Радостью буду радоваться, о Господе! Возвеселится душа моя у Боги моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Это история любви. Это еще не завершенная история любви, потому что очень долго жена отвергала мужа, и она ушла, оставила его. Она бродила в мире. У нее были другие мужчины, и все же ее муж ждал. Он оставался верным. Он заключил с ней завет. Он не хотел разрушать завет. Он ожидает. Он ожидает, «Пока, наконец, она приходит». И она приходит, потому что они идут на свадебную церемонию. Они хотят снова осветить свои взаимоотношения. Вот что будет, когда Израиль возвратится в землю. Да, я знаю, что все верующие — это невеста Мессии. Я не изменяю этого. Это основательно утверждено. И в 54 главе Бог говорит о себе, как о муже Израиля. Это неизменно. И Он желает Свою неверную жену. Контекст Исаии 61-10 в более ранних главах и даже в 60-й главе весь контекст говорит о возвращении в Израиль. Исаии 60-й глава, 1-й стих. «Куми о реки ва орех» «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою». Возведи очи Твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к Тебе, сыновья Твои издалека идут, и дочерей Твоих на руках несут. 2-я часть 5-го стиха. «Богатство моря обратится к Тебе, достояние народов придет к Тебе». Возлюбленные, я сказал вам, что каждому есть место в Божьей истории, в Его планах. Язычники, и я думаю, что здесь говорится о языческих верующих, о язычниках в этой главе говорится не менее пяти раз. «И придут народы к свету Твоему». 3-й стих. 5-й стих. «Достояние народов придет к Тебе». «Сыновья иноземцев будут строить стены Твои». 10-й стих. «Приносимо было к Тебе достояние народов». 11-й стих. «Ты будешь насыщаться молоком народов». 16-й стих. Я верю, что здесь говорится об обучении Библии. Мы, как мессианские евреи, не должны колебаться, стоит ли насыщаться молоком от народов. Бог поднял замечательных мессианских учителей в этом поколении. но их недостаточно, чтобы увидеть всю картину. Также мы должны учиться из откровений, которые Бог дает братьям и сестрам, не евреям. по моему мнению, вот о чем говорится в этом стихе. Нас будут насыщать. Бог хочет насыщать нас. Он хочет обеспечить нас. Он знает, что наше призвание трудно осуществить. В этой главе говорится, «Я дам вам все необходимое». В том поколении Он поднял Кира. В нашем поколении церковь. Почему по всему миру есть молитвенные группы? Почему вдруг верующие из язычников со слезами на глазах начинают ходатайствовать об Израиле? Бог обещал это. Это богатство язычников. Это больше, чем деньги. Это вера. Не говорит ли Писание, что вера подобна серебру и золоту? Вера твоя, огнем испытанная, будет так же чиста, как золото. И снова повторяется тема милости. Десятый стих. «Во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостью к тебе». Этот отрывок вызывает такой трепет. Мы можем все так же читать стих за стихом, но я хотел бы, чтобы вы сами их прочитали. Давайте возвратимся к 61-й главе. Вы знаете этот стих, это третий стих. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни выковые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов». Когда я слышу эти слова, то понимаю, что значит для меня фраза, сетующая на Сионе. Хочу вам сказать нечто об Израиле, что нелегко и не совсем приятно. «Наша страна была основана на прахе Холокоста». Иногда люди спрашивают, почему израилетяне часто кажутся такими агрессивными, нетерпеливыми и безразличными. Психологи изучают это явление под названием посттравматический синдром. Реакция людей после большой травмы. «Была ли большая травма одной обществе людей, когда за несколько лет были убиты 6 миллионов человек? И эта рана не заживает после многих столетий отвержения, гонений и убийств. Это основание нашей страны в нашем человеческом опыте. Есть ли еще скорбь Холокоста и потребность выжить? Мне понадобились годы, чтобы понять это. Я выходец из Америки, и у меня не было такого прошлого. Израилетяне травмированы. И сейчас я могу рассказать вам многие случаи того, как людей взрывают на наших улицах. Небольшой народ среди миллионов и миллионов врагов. Основная потребность в Израиле — потребность выжить. Эти люди плакали на Осионе. Но Бог обещал дать украшение вместо пепла. Эта фраза настолько глубока. Украшение вместо пепла. Жизнь вместо смерти. В действительности, возвращение в Израиль — это воскрешение из мертвых. И это подводит нас к 36-й главе книги Иезекииля. Я хотел бы сделать особый акцент на этом образе воскресения. Потому что Бог говорит об Алии как о воскресении из мертвых. Давайте откроем 36-ю главу. Восемнадцатый стих «И я излил на них гнев Мой за кровь, которую они проливали на этой земле, за то, что они сквернили ее идолами Своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили Святое Имя Мое. И пожалел я Святое Имя Мое. Так говорит Господь Бог. Восемнадцатый стих «И освящу Великое Имя Мое, бессловимое у народов». Что это означает? Это значит, что мы нарушили завет с Богом и были рассеяны за пределы Израиля. Это было оскорблением для Бога и повлияло на Его репутацию. Но Он говорит, «И узнают народы, что Я Господь». 24 стих «И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». Бог хочет привлечь внимание всего мира. Каким образом? Через Алию. «Через чудо восстановления еврейского народа в земле». Стих 25 «И окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших. И от всех идолов ваших очищу вас». Другими словами, вы покаетесь. «Я дам вам новое сердце и Дух Новый вложу в вас». «Возьму из плоти вашей сердце плотяное и дам вам сердце каменное». Извините, «Возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное». «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать». Вы возвратитесь и покаетесь и я воскрешу вас. Бог обещает такую последовательность событий. Она непосредственно связана с нашим возвращением в Израиль. Алия – это как спусковой курок, который приводит в действие, в движение Слова Бога. Ничего больше не может так взволновать нас. Бог дает обетование, что земля будет процветать и приносить плод. И в 37-й главе он говорит о сухих костях. Он говорит о долине смерти. Я уверен, что Бог показал Иезекиилю конец Холокоста. С тех пор, как я был еще маленьким мальчиком в 50-х и 60-х годах, я видел фотографии костей в контрацессионных лагерях. Это то, что видел Иезекиил. Иезекиил видел сухие кости 6 миллионов. Так говорит Господь Бог костям с ним. и оживете. И стали сближаться кости. Тогда сказал Он мне из реки пророчества Духу. Пророчествуй к Руах. Пророчествуй Духу. Пророчествуй Дыханию. В библейском иврите Руах означает Дух и Дыхание. Давайте прочтем дальше. Давайте посмотрим на 11-й стих. Давайте возвратимся немного ранее. Дохни на этих убитых. Пророчествует язык Иль и входит дыхание. Таким же образом Бог дал жизнь Адаму. Бог вдохнул жизнь в Адама. Книги бытия используются такой же глагол, как и в 37-й главе «Они ожили и стали на ноги свои весьма весьма великое полчище». 11-й стих. «Сын человеческий, кости сии весь дом Израиля». Вот они говорят «И сохли кости наши и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня». Это вопль еврейского народа. Читайте между строк газет. Посмотрите на лицо нашего премьер-министра. Посмотрите на конфликт, борьбу, кризис Израиля. Сравните с личностью Нооми в книге Руфь. Она говорила о том же, о чем мы только что прочитали. Она говорила «У меня нет больше надежды. Не называйте меня приятной, называйте меня горькой». Библиотеки переполнены книгами, которые все так же с трудом могут объяснить смысл Холокоста. Если вы попытаетесь говорить с евреями у Бога, то многие из них спросят «А как насчет шести миллионов?» Эта глава говорит об ответе Бога. Только сила Бога воскрешать может возродить наш народ к жизни. только Бог прикоснется к нашим сердцам с небес. Вот почему мы должны проливать слезы. Вот почему Иоиль говорит о слезах священников. Иоиль говорил «Между притвором и жертвенником доплачут священники и говорят «Пощади Господи народ Твой». То же самое сказано и в 125-м псалме. «Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью». Думали ли вы о противоречии в этой главе? Эта глава начинается с Алии. Там говорится «Когда возвращал Господь плен Сиона, тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения». В этих стихах мы читаем о радости, о веселье. «Тогда почему в одной и той же главе мы видим и слезы, и возвращение Израиля с веселем?» Ответ находится в 37-й главе «Нужда». Нужда, его мучительная духовная нужда еще не восполнена. Вот почему мы должны возвратиться возлюбленные. И Бог желает, чтобы мессианские евреи возвращались в Израиль. Мы должны быть мудры. на наших занятиях мы поговорим о практических вопросах. И в принципе формально это незаконно. В соответствии с решением Верховного Суда 1989 года, мессианский еврей не может совершить алию. Нам нужно сохранять эти записи, чтобы они не попали в руки правительству. Я люблю израильское правительство и хочу поддерживать его всевозможными способами. Но моя верность Богу Израиля выше верности правительству государства Израиль. Мы должны возвращаться в Израиль. Мы как посланники приносим эти слезы, чтобы ходатайствовать внутри страны, чтобы быть слугами, чтобы показывать путь Мессии, ходить его путями. «И Бог говорит Иезекиилю». 12 стих 37 «Мой главы». Вот я открою гробы ваши и выведу вас вверх, выведу вас вверх, выведу вас вверх, народ мой, из гробов ваших и выведу вас в землю Израилью». Это Алия вверх из гробов. Мы сказали, что Алия это восхождение вверх. Взойти вверх из гробов. Это та Алия, которую дает Бог. Аллилуйя. В этой Алии мертвые воскресают. Это значение слова возрождения. Пробуждение мертвых. И Бог обещает это. И узнайте, что Я Господь, когда открою гробы ваши. Вверх 14 «Я открою гробы ваши». 14 «И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнайте, что Я Господь сказал это и сделал, говорит Господь. О, Бог, мы нуждаемся, чтобы ты действовал сейчас. Воплоти эти слова. помести свой дух на Израиле. Дух Алии. Дух Воскресения. Излей свое очищение, Бог. То, что ты обещал через пророков. И 24 стих о возвращении царя. Я хочу, чтобы этот стих вдохновил вас. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. 25 стих И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Здесь говорится о возвращении царя. Не Давид ли царь Израиля? Сказал ли пророк Нафан один из твоих сынов будет на троне вовеки? Да. И Ишуа князь мира. А теперь посмотрите на интереснейшую стихи в книге пророка Осии. Это книга после книги пророка Даниила. А в еврейских писаниях после книги Езекииля. Осия 3 стихи 4 и 5. Надеюсь, что это также повлияет на вас, как и на меня. Осия. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. Не драматично ли это? Только эти два стиха рассказывают всю историю. Долгое время вы будете вдали. Очень долго у вас не будет храма для поклонения. И потом вы возвратитесь. И вы будете искать Бога и Давида, царя вашего. Почему по всему Израилю есть бигборды, которые ложно заявляют о том, что Равин — это Мессия? Равин из Бруклина в Нью-Йорке, умерший 8 лет назад. Я понимаю, что Он был очень выдающимся человеком. Может быть, Он был искренен в Своем служении. Но Он не Мессия. Он умер. И так и не воскрес из мертвых. Но все же по всему Израилю развешаны постеры, гласящие «Барух Абам Мелех Машиах», благословен грядущий во имя Мессии. Наш народ ищет Мессию. Глубоко внутри мы ощущаем, что кто-то должен исправить ситуацию. Бог, пожалуйста, пошли, Искупителя. Это чувство голода будет увеличиваться. Молитесь об этой жажде. Скажите «Бог, возбудив Израиле жажду о Мессии». Давайте возвратимся обратно к книге Иеремии. Здесь берет свое начало наше служение. Завтра мы больше поговорим об этом. Иеремия 30, 17. «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих», говорит Господь. «Тебя назвали отверженным, говоря, «Вот сион, о котором никто не спрашивает». «Так говорит Господь, «Вот, возвращу плен шатров Якова и селение его помилую». Шатры милосердия. Бог говорит, «По моей милости я возвращу тебя из плена». «Ты страдал в диаспоре». «Ты был убит». «Тебя притесняли». «Твои одежды порвались». «Но я помилую тебя, и ты будешь исцелен». И 20 стих. «И сыновья его будут предстоять предо мной». Будет пробуждение. 31 глава, 3 стих. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена». «Снова разведешь виноградники на горах Самарии». Это интересно в свете последних событий. Эти города, Сихем, Наблус и Рамала, не заселены евреями. Но там есть ненависть по отношению к нам. В один день мы посадим там виноградники. И, кстати, мы должны молиться о палестинцах. Их власти грабят их. Их общество разрушено кровожадными, циничными лидерами. Это трагедия их народа. «Вставайте и взойдем на Сион, Господу Богу нашему». 6 стих. «Давайте взойдем! Давайте совершим алию». Вот что говорит Еремия. И затем в 8 стихе он говорит, «Я приведу их из страны северной». А в 16 главе Еремии «Говорится об алии последних дней». Он говорит, что это будет настолько великое событие, которое затмит собой исход. Люди больше не будут говорить, что Бог вывел народ Израиля из Египта. Но Бог вывел Израиль из страны северной. Знаете ли вы, что 70% нашей общины или даже 100% общины в Хайфе – люди из страны северной? Не думаю, что Еремия когда-либо встречал русского еврея. Как вы думаете? Не думаю, что Россия существовала тогда. Это страна древняя, но не настолько. Завтра мы больше поговорим об этом. Аллилуйя! Но вот здесь – это концепция алии и пробуждения. «По милости Бога». Эта вся глава говорит об алии. 12 стих. «И придут они, и будут торжествовать на высотах Сионов». И в 31 стихе 31 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Бог заключит Новый Завет. И Он не будет, как Старый Завет, который вы нарушили. «В этом Завете Я помещу Мой Закон внутри вас». Я напишу Мою Тору на ваших сердцах. Знаете ли вы, что еврейская традиция говорит о Новой Торе? «Мессия принесет Новую Тору». И это Он сделал. Он принес Новый Завет. И Еремия говорит об этом. И когда же этот Новый Завет был объявлен людям? Когда мы возвратились в землю израильскую после многих лет рассеяния. Видите, как складывается эта мозаика? «Возвращение, покаяние, пробуждение и возвращение Царя». Это потрясающе. Смогли бы мы сами совершить это? Запишите ссылки, даже если мы не сможем прочитать их полностью. Вторая глава Иоиля, она феноменальна. Где он говорил о плаче священников в 17 стихе. «Тогда возревнует Господь о земле Своей. Более не отдам вас на поругание народам». И затем он говорит о позднем дожде. В Библии поздний дождь символизирует пробуждение. Хосея также говорит о позднем дожде. Возлюбленные, молитесь о позднем дожде. На этой неделе мы будем праздновать Шавуот. Что значит этот праздник? Это о жертве. Это праздник о настоящем веке, перед возвращением Мессии. Бог хочет привести каждого в свое царство. Шавуот – праздник века до пришествия Мессии. Бог желает, чтобы мы были работниками жатвы. Что должно произойти до окончательной жатвы? Поздний дождь. Дождь, после которого жатва созревает окончательно. Что такое поздний дождь? Это сошествие Духа Бога. Мы в Израиле должны молиться об этом. Без сошествия дождя Духа мы не сможем увидеть пробуждение, которого мы так ждем. Но время пришло. Мы можем просто напомнить Господу. Господь, пора. Ты возревновал о Своей земле. Мы снова в Израиле. Все Твои пророки говорили об этом. Амос говорил об этом. Запишите ссылку. Амос, 9 глава, 15 стих. Амос, 9 глава, 7 по 15 стих. Михей, 7 глава, 13-19. Стихи 13 по 19. Давайте быстро посмотрим эти стихи. Аллилуйя. 13 стих. А земля-то будет пустынею. Но в 15 стихе. Как во дни исхода Твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Это полный цикл, возлюбленные. Полный цикл. Он говорит, как во дни исхода Твоего из Египта. Я сделаю замечательные вещи, и Ты снова увидишь меня. Народ Израиля ищет сейчас Бога? Еще нет. Не по-настоящему. Лишь немногие. Лишь небольшой остаток. Прошу Вас молиться. Молитесь об Алии. Но не молитесь об Алии без молитвы о пробуждении. Евреям недостаточно просто физически возвратиться в Израиль. Мы должны быть возрождены после того, как возвратимся в Израиль. Запишите это. Сафонии, 3 глава. Стихи 14 по 20. Сафонии 3, 14-20. Сафонии 3, 14-20. Ликуй, черь Сиона, торжествуй Израиль, черь Иерусалима. 15-й стих. Отменил Господь приговор на Тобое, прогнал врага Твоего. Господь, Царь Израилев, посреди Тебя уже более не увидишь зла. И в самом конце В то время приведу Вас и тогда же соберу Вас, ибо сделаю Вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен Ваш пред глазами Вашими, говорит Господь. Это Его великий план показать всему миру всей истории, что Он верен Своему Слову. Он сдержит Своё Слово, которое дал Аврааму. Он покажет нас другим народам. Бог организует выставку и скажет, посмотрите на этих людей. Они забыли Меня, но Я не забыл их. Я привел их в Израиль. Я рассеял их.